Ну что, сначала посмотрим, а потом вы услышите мой комментарий по поводу этого мудрого протестанта. Правильно ли в молитве обращаться к Деви Марии? Неправильно. В Библии все молитвы адресованы только к Богу. Никто и никогда не обращался к умершим святым. Во-первых, только Бог имеет такие качества, как вездесущность и все знания. Ни один человек этих качеств не имеет. И получается, если мы к святому, в частности, к Марии обращаемся, мы ее обожествляем. А во-вторых, еще раз, все молитвы адресованы к Богу Отцу через Иисуса Христа. Частично с ним можно согласиться в том, что единственный посредник между Богом и человеком – это Иисус Христос. И он говорил, что всего, что вы попросите через меня, все я вам исполню. Безусловно. Но нужно понимать, что протестанты, инославные, или в простонародье говорят сектанты, они протестуют, они против, скажем так, как минимум истины. Поэтому они и пытаются как-то псевдо навязать свою абсурдную какую-то идеологию. Хотя у нас есть огромный опыт церкви, тысячелетия. Но все-таки ближе к тексту, потому что для них какие-то слова без священного писания, без свидетелей священного писания, без цитат, не авторитет. Поэтому к тексту. Все, что не попросите в молитве, все получите, Христос говорит. Но здесь нужно учитывать, что церковь, она есть земная, а есть небесная. И главой этой невесты, как церкви Христовой, является сам Господь, глава церкви. Мы не отделяем. Души усопших не растворились в небытие, они есть. Другое дело, где они сейчас находятся? В раю со Господом после его воскресения или в аду? Поэтому здесь мы вспоминаем несколько цитат. «Вспоминайте наставников ваших и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их евреям 13.7». Если они подражали служению Богу, прославлению Бога, то неужели не мы так служим? Но поскольку они уже наставники, и теперь эти наставники в том числе, что такое молитва, это беседа, они рядом, что за Господом, то, естественно, мы через них тоже имеем дерзновение обратиться. И тем паче к Божьей Матери, которая самая близкая для Господа и при земной жизни, и над всеми ангельским миром. А далее, потому что нужно же доказательство, что где написано Священное Писание, что молиться о святых или тому подобного. Вспомните, когда апостол Пётр был в темнице, это Деяние 12.5, мы читаем такие слова. «И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о Нём Богу». Да, Богу, безусловно. Но здесь мы слышим, что молились они. А теперь всё-таки почитаем, молятся ли святые Богу, которые на небесах. Почему мы к ним обращаемся? А здесь ещё интереснее, это Откровение Иоанна Богослова, 5 глава, 8 стих. «И когда он взял книгу, когда четыре животных...» «Двадцать четыре старца пали пред акцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, обращения ко Господу. А также мы обращаемся к ним, чтобы они спросили у Господа, основываясь на их житии. К примеру, путешествующий Николай Чудотворец, болящий целительным Патеримом и далее, далее. Поэтому это опыт многотысячелетней, живой церкви, чего, к сожалению, не понимают протестанты. Поэтому и протестуют. Храни вас Господь! Храни вас Бог в истине! Аминь.